Есть интересная новость из Якутии. Там Министерство, ну, Минцифра, да, Министерство цифрового развития проводит онлайн-голосование за проведение высокоскоростного мобильного интернета в селу в 2023 году в поселке и деревне с населением от 100 до 500 человек. Ну, ты вот немножко отвлекся и не оценил иронию, по всей видимости. От 100 до 500 человек интернет. Да, интернет от 100 до 500 человек. Минцифра проводит онлайн-голосование. Онлайн-голосование за проведение интернета. Люди жалуются, что не могут проголосовать. Потому что у них интернета нет. Потому что у них нет интернета. Минцифра говорит, нет, подождите, оно, конечно, онлайн, но вы можете слать письма со своим голосом, все возможно. С почты России, да? Оказалось, что у них и почты нет. Вот так вот. Люди пишут, что это какое-то издевательство. Как голосовать за интернет без интернета? Чтобы голосовать, нужно обязательно иметь интернет. И, значит, кроме того, опасаются, что не наберут достаточное количество голосов из-за малочисленности населения. Слушайте, но даже если они наберут необходимый процент, это все равно ни на что не повлияет. Потому что все эти общественные обсуждения, все эти голосования за те или иные проекты для власти не являются обязательным. Это рекомендательные формы. Это не референдум, который является с точки зрения Конституции обязательным для исполнения всеми ветвями, структурами и чиновниками. Это просто пожелание населения, которое власть может повесить, намотать на рулон туалетной бумаги и повесить в туалете у себя. Я считаю, что это не те отговорки, которые власть должна бы населению озвучивать. Если у них есть такая возможность, если у них есть средства заложенные, если есть задача, конкретные цели, которые определены руководством, которые не для красивого славца, а их действительно хотят выполнять, для этого не нужно никакого согласия населения. Можно просто привести всю необходимую инфраструктуру, установить все это оборудование. И у граждан будет хороший интернет, быстрый интернет, который сегодня весь мир двигает. Я не думаю, что здесь проблема в том, что люди не хотят. Скорее, то, что люди не смогут осуществить это голосование, станет формальным поводом для власти сослаться, что мы не экономим на людях, люди просто не захотели, поэтому они сами виноваты, поэтому мы лучше на эти деньги купим новую машину министру цифрового развития. У него просто BMW прошлой серии, а его задница привыкла к самым роскошным условиям, поэтому мы ту продадим по серым схемам, понятно кому, а новую купим за счет, собственно, этих сэкономленных денег на установление интернета. Вот эта тема с проведением коммуникации, она вполне себе могла бы вдохнуть, ну, понятно, что полностью эту проблему не решит, но она вполне себе могла бы внести свою посильную лепту в не просто развитие села, а в попытки село сохранить, не дать окончательного уничтожения. Мы же с вами прекрасно понимаем, что грабительский курс, которым власть ведет нашу страну, самым болезненным и жестоким образом отразился как раз на малых населенных пунктах, на деревнях и селах, на поселках городского типа, потому что там колхозы, совхозы разрушены, работать негде, землю раздали современным кулакам, как их называют фермеры, которые владеют десятками, сотнями тысяч гектар, 99% прибыли кладут себе в карман, а пользуясь безработицей, безвыходностью трудящихся, понимая, что населением идти вообще некуда, они говорят, работают за 15-20 тысяч с утра до ночи, и только попробуй рот открыть, мы выгоним тебя, и ты умрешь просто от голода, потому что ты не сможешь здесь выжить. А там куча других, найдем из их числа себе работников. Естественно, это приводит к чему? Приводит к тому, что люди бегут из своей родной земли, из своего дома, улицы, друзей, всей своей истории, бегут в другие территории, в города, идет миграция, и это очень большая проблема. Эти села, они умирают, и они сегодня власти не нужны. Там, как правило, в первую очередь уходит банк, если есть какое-то отделение, сберкасса, как раньше называли, потом уходит почта, потом уходит школа и больница. Если нет школы и больницы, не будет никакого населенного пункта. Потом уйдет почта, и дороги без этого-то 30 лет не было. Ее окончательно, она перестанет существовать. И в результате у нас сегодня, если не ошибаюсь, 30 с лишним тысяч, по-моему, деревень стерто с карты нашей страны. Есть отдельная статистика, что, по-моему, если не ошибаюсь, в 20 тысячах деревень меньше 8 домов. То есть там живет меньше 8 человек. Как правило, это пожилые люди, старенькие бабушки, которые, как власть говорит, доживают. Период дожития. Не пенсия, а дожития. И к чему эта политика приведет к 2030 году, как сегодня власть любит считать? Очевидно, что этих деревень вообще не будет. Каким образом это все изменить? Понятно, что если мы создадим рабочие места, что власть сегодня отказывается делать, напротив, вот эти фермеры, современные кулаки, они укрепляются, укропняются, они все больше скупают все земли, принимаются законы в их интересах, где позволяют пастбища, позволяют вот эти раньше общедоступные общего пользования территории себе все забирать, абсолютно закрывая глаза. Вырубают посадки, чтобы каждый метр засеять подсолнечником или пшеницей. Для них это легкие, быстрые деньги. Понятно, что это тяжелый труд тех, кто это все возделывает, засеивает, убирает, тем, кто все это удобряет, а те, кто, собственно, собирает на этом средстве, все в оборот, нарушен. Развитие сельского хозяйства в части животноводства им неинтересно, потому что это действительно надо инфраструктуру создавать. Нужно работникам обеспечивать достойный зарплату, нужно специалистов привлекать, а для этого нужно и школы, и больницы, и дорога. И одно дело условия труда, зарплаты, другое дело это инфраструктура. И интернет сегодня неотъемлемая часть нашей жизни, это и досуг, и образование, и возможность получать новости, быть в курсе того, что происходит в нашей стране. И власть сегодня даже этого не создает. Ну согласитесь, это гораздо дешевле, гораздо дешевле, чем обеспечить здравоохранение и образование в малых территориях. Почему они этого не делают? Они же по сути-то все клиентскую базу расширяют. Они же не просто вкладывают деньги, они их потом отобьют через клиентов. Они это неохотно делают, потому что клиентов мало. Им проще в каких-то больших территориях навтыкать артенн, вышек, потому что там больше потребителей, это более большая плотность населения, там просто это окупится все быстрее. А это не окупится или будет очень долго окупаться. А это бизнес, это невыгодно. Никто не преследует задачи удовлетворить интересы людей. Плевать они хотели на интересы людей, они хотят заработать. И конечно все ложится одно к одному, да. Все очень логично, их действия. Они говорят, что народ не может проголосовать в интернет-голосование, потому что у них интернета нет. Что еще лучше могут себе представить, нарисовать чиновники? Народ виноват, конечно.